Привет, друзья! Не так давно у нас была распаковка двух новых ножей от NC Custom. Среди них был нож SCAR. Нож необычных форм, нож для непонятных пока мне задач. Нож, не оставляющий никого равнодушным. Именно об этом ноже сегодня и пойдет речь. Туристический нож SCAR компании NC Custom. Это удобный вариант для любителей лесной романтики. Нож сочетает в себе инновационные материалы, классическую японскую геометрию и надежную цельнометаллическую конструкцию. Клинок ножа выполнен из высоко твердой нержавеющей стали, которая используется для создания резцов в тяжелой металлургии. В процессе плавки сталь проходит через электромагнитный фильтр, что значительно повышает ее однородность и жесткость кристаллической решетки. В состав сплава входит элемент ванади, который отвечает за повышенную твердость, благодаря чему режущая кромка остается острой в течение длительного времени. Хром, который также входит в состав, отвечает за высокое сопротивление к жавлению. Это было описание ножа с сайта Империи Ножей, официального представителя компании NC Custom. И знаете, я столкнулся с большой проблемой. Я не знаю, что делать этим ножом. Ну, то есть делать-то понятно, что я могу все, что угодно, но я не понимаю, для чего он предназначен. Какая была идеология при создании этого ножа. В каждом ноже, который приходит к нам на обзоры или тесты, я пытаюсь найти смысл его создания. Для чего его придумывали. И именно на этом основываю свои тесты и обзоры. Тут, ребят, я немного растерялся. Я не знаю. При этом этот нож всем нравится. Ну, кому я его показываю. Дизайнерский, интересный, необычный. А для чего он? Спрашивают меня практически все. И у меня на это ответа нет. Поэтому я решил полностью довериться NC Custom. Беру описание с сайта и делаю им то, что предлагает нам производитель. А раз он позиционируется как туристический, то сегодня мы будем им строгать, готовить и все остальное. Для чего нужен нож любому туристу? В первую очередь, любой турист, приезжающий в лес, либо там на озеро, либо куда-то еще, хочет покушать. Поэтому ножом, естественно, мы должны что-то порезать. Знаете, я подумал, что резать помидорки и колбаску и хлебушка уже стало достаточно банальным и сколько можно. Поэтому мы сегодня с вами даже лайтовый салат приготовим. Максимально простой. Вот как любой турист может заехать в деревенский магазин, взять продуктов и где-то там рядом с этой деревней его настрогать. Ну, а заодно мы немного протестируем саму геометрию ножа. Конечно же, мы протестируем немного сталь, Х-105, из которой этот нож сделан. Про сталь я только что вам уже читал, то, что у нас пишут на сайте. Поэтому я сперва порежу бумажку. Я это делаю не часто, но почему я это делаю сейчас? Режет он без проблем, наш сценарий. Потому что у меня с собой банка кукурузы, которую придется открывать именно ножом. Ну, мы ж туристы, мы ж туристы. Кстати, действительно, случайно такая банка у меня с собой оказалась, без колечка. А салат мы будем делать ежик. Ну, мы ж в лесу, и салат называется ежик. Вот такой вот лесной салатик. Погнали. Икеевская мисочка. Открываем кукурузу. Я знаю, что многие открывают на себя. Но я с детства, еще когда мы не знали, что ножами банки открывать нельзя, ходили в походы. И вот именно с детства я открывал именно так, и мне так тупо удобнее. Оп, кукурузка готова. Скидываем немного кукурузы в миску. Честно, особо не знаю, сколько надо. У нас традиционно в мужской кухне все на глаз происходит. Ну, вы знаете. Далее. Будем резать. Резать будем. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. А это яйца. Я их уже сварил. Даже почистил. У нас же задача именно рез ножа проверить. А не то, как я очищу яйца в условиях леса. Погнали. Ну да, конечно, обувь достаточно толстый. Он, естественно, у нас это все режет не так, как кухонный нож. Да, ну и при такой геометрии это делать непривычно, потому что носик ножа задирается кверху, и мне резать приходится вот именно вот так вот, наверное, самим носиком больше. Сейчас попробуем разные резы сделать. Ну, вот так резать не очень. Смотрите, то есть он вот так вот прорезает, а дальше мне носик немножко надо будет докачать, чтобы он дорезал продукт. Потому что он все-таки у нас кверху задирается. Но вообще я вам так скажу, вот эта вот форма ножа, она безусловно не для кулинарии. Это на мое субъективное мнение, и со мной могут не согласиться старожилы кулинарного искусства. Ну, потому что это в первую очередь дизайнерская история, я так думаю, и мне кажется, что практической составляющей здесь не так много. Здесь в первую очередь дизайн. Вообще, кстати, касаемо дизайна. Вот такой, такая форма клинка мне напоминает нечто персидское. Хотя, антикастом нам говорит, что ребята, мы вдохновлялись японским вакидзаси, когда рисовали этот нож. И я так скажу, да, забудьте про тантообразную историю, потому что тот танто, который мы с вами представляем в обычной жизни, это американский танто, который не имеет отношения к Японии. А вот именно японские формы, они как раз примерно вот такие. То есть, идет закругление к носику. Но у них нет вот этого обуха. То есть, ну вот так вот он не задран. Может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите. Но, не знаю, в общем, для меня это в первую очередь дизайн. В первую очередь дизайн необычный, интересный. И действительно, все люди, кто у меня там в гости приезжали, я там ножики показываю, какие новые там пришли и смотрят такие. Ну, типа да, дизайн интересный, прикольный. Дизайн всем нравится на самом деле. А вот с точки зрения практической составляющей, ну видите, у меня вот тут... Он, блин, он не режет, он толстый, понимаете? То есть, для кухни, конечно, он неудобен. Но, опять же, мы четко понимаем, что это нож не для кухни в обычном понимании. Это нож, в лучшем случае, для туристической кухни, для лесной кухни. А здесь выбирать не приходится. У нас обычно в лесу ножи достаточно толстым обухом. И поэтому мы ими, в общем-то, и все делаем. И деряжки строгаем, и кушать готовим. Яйцо порезали, чесночок. Терки у нас нету, поэтому будем его давить и резать. Ну, попробуем. Ну, да, делать это действительно не шибко удобно. Но можно. Вообще, нам это нужно сделать максимально мелко, потому что, ну, опять же, это, по идее, трется. И вот здесь, кстати, вот эта форма клинка нам может очень даже подойти, если бы не шатающийся стол. Ну, давайте пробовать. Ну, качением происходит удобный процесс, но он не дорезается. Вот, видите, я сейчас покажу просто на доске. Вот, нож останавливается примерно вот так. Видите, снизу сколько у нас доски остается пространства? Мне, чтобы его дальше качать, мне неудобно. И даже если я буду качать его до конца, упираясь вот этим упором в доску, то вот здесь вот вы можете наблюдать, сколько остается пространства. То есть у меня полезная часть реза заканчивается вот примерно, ну, чуть ниже середины клинка. Ну, ладно, ладно. Действительно, это все-таки, ребят, дизайн. В первую очередь, я считаю, что это дизайн. Хотя я, опять же, допускаю, что вполне возможно, кто-то скажет, да ни о чем дизайн. Здесь же на любителя это очень такая история субъективная. Сюда же, все в салатик. Все в наш салатик. Теперь, слушайте, у меня есть уже тертый сыр. Я не стал выпендриваться. Сыр я заранее дома потер, приготовил его сюда вот в салатик. Ну, не будем же мы в лесу там теркой тереть. Вот сюда. Сыра у нас больше, чем других ингредиентов. Это в моем случае нормально, потому что сыр я очень люблю. И теперь колбаска. Посмотрим, как он будет резать колбаску. Вот это, кстати, мне достаточно интересно. Погнали. Вообще, я мелко режу, давайте покрупнее. Там у нас кубики должны быть в салате. Да, честно говоря, ребят, фиг знает. Без проблем это все происходит. Но колбаса продукт не сложный с точки зрения реза. И вы помните, я даже китайским томагавкам с дичайшим углом заточки это делал. Ну вот, смотрите. Вот я беру, оп, прорезаю. А дальше у меня, чтобы дорезать нижний кусочек, мне нужно нож уже довести. Ну, вот такая вот у нас геометрия. Либо максимально низко его опусить. Нет, все равно доводить немножко приходится. Ну, я вам так скажу. Все это делать ножом можно. Он это все делает, естественно. Как и, наверное, большинство ножей в лесу для крупной нарезки. Они подойдут. Здесь нет каких-то больших сложностей. Но то ли я избалованный, то ли это действительно такое более объективное мнение. Это недостаточно удобно. Если бы все-таки у него вот этого большого подъема не было, именно по продуктам это было бы делать удобнее. Салат-то, собственно, готов. Последний ингредиент. Наш екатеринбургский майонез. Уж не буду рекламировать, а то скажут реклама. Мазика. Берем ни разу не туристическую ложку и все это перемешиваем. Лесной салат ежик готов. Ну ладно, мы сюда не жрать приехали, а работать. Поэтому берем нож и продолжаем эксперименты. Что делаем мы еще туристическим ножом? На самом деле, если мы не говорим про бушкрафты, выживание и вот такие вот вещи специализированные, то по большому счету работа ножа на природе у большинства пользователей заканчивается именно нарезкой продуктов. Но, раз все-таки мы с вами немножечко люди, которые погруженные в эту всю лесную атмосферу, давайте, конечно, мы ножом построгаем немножко, сделаем максимально лайтовый батоник, потому что, напоминаю, в туристическом режиме все делаем. Разведем костерчик, ну просто попробуем, как работает геометрия. Поехали. Я даже сегодня не буду использовать мою мега колотушку, а возьму вот обычную вот такую вот палочку. Ну, давайте немножко для приличия по батоням, хотя я понимаю, что, наверное, это не очень правильно. И сразу же мы сталкиваемся с следующей проблемой, что ожидаемо. Когда мы бьем по кончику ножа, за счет того, что у нас геометрия полностью закругленная, у нас рукоять подбрасывается вверх. Поэтому происходят постоянно вот такие вот движения. Но, если вообще отбросить вот этот момент, то в целом-то на самом деле он неплохо колет. Потому что у него внушительная толщина обуха. Кстати, ТТХ сейчас традиционно появится на ваших экранах. Давайте еще один раз для приличия мы это сделаем. Да все, все у нас нормально. Нормально. Для обычного туризма более чем. Построгаем. Здесь очень интересная история. Когда я строгаю, прижимая нож полностью спуском к деревяшке, то он делает весьма тонкую стружку. Но при этом, за счет, видимо, своей очень необычной геометрии, у меня не получается эту стружку контролировать, чтобы она была длинной. То есть она у меня срезается. И, опять же, я не замерял угол, но я по резу чувствую, что угол здесь достаточно большой. Это явно не тридцатка. Здесь больше. Здесь больше, а это значит, что нож достаточно дурака устойчив. И с точки зрения открывания консервных банок и всяких туристических извращений, он должен выстоять. У него, да, нету агрессивного реза, какого-то безумного. Но тут уже вы можете под себя сами подобрать угол и переточить, если вам будет необходимо. Кстати, меня часто спрашивают перед тем, как я провожу тесты. А почему ты не точишь нож перед тестами? Это же будет вот правильно. Нет, ребят, это вообще неправильно. Мы берем нож такой, каким нам прислал его производитель, либо компания, продающая эти ножи, представляющая эти ножи. И тестируем его именно из коробки. Вот так, как он изначально приходит. А если я буду все перетачивать, у меня все будет плюс-минус резать. Поэтому это будет совершенно неправильный вывод. Ладно, далее давайте построгаем посерьезнее. Ну не, ребят, мне не нравится. Простите меня, NC Custom, но вы знаете, я справедлив. Мне не нравится. Он не очень хорошо врезается. У него нет контроля реза на протяжении всего спуска. У тебя здесь один, здесь происходит рез по одной геометрии, ближе к кончику эта геометрия меняется. Самим кончиком он тоже посредственно это делает. И когда делаешь кончиком, его, естественно, сюда задирает. Нет, друзья. Сорян. Не очень. Силовой же у нас еще рез, да? Ну, ребят, это бесполезно. Ну, дальше все. Его, естественно, закусывает. И геометрия ножа уходит вверх. У меня не хватает усилия, чтобы его прорезать. Не. Не. В принципе, на этом туристические задачи для обычного человека, они, наверное, заканчиваются, как и для этого ножа. Я вам так скажу. Да, он с этим справляется не идеально, но он это делает. Он это делает, и надо быть в этом отношении справедливым. Ждать большего от конкретного ножа, наверное, все-таки не стоит. Мы, кстати, ждем ножи Бушкрафты от НСКаста. И вот там мы уже будем предъявлять соответствующие требования к этим ножам. Но они у нас появятся чуть позже на канале, так что не пропустите. Там будет действительно интересно. Если мы все-таки подытожим историю с Аскаром, то да, безусловно, основной фишкой этого ножа является необычный дизайн, необычная форма клинка. В руке он удерживается весьма неплохо. Здесь у нас G10, который также имеет некие скосы ближе к основанию клинка. И можно легко укладывать сюда палец. Что с этой, что с этой стороны. Нужно ли это для этого ножа? Я не знаю, потому что вот всякие такие вещи этим ножом делать, наверное, мало кто будет. Но, тем не менее, это здесь есть и это удобно. Есть темлячное отверстие, есть Made in Russia. В общем, все как обычно на ножах НСКастом. Отдельный респект за ножны, которые недавно в таком форм-факторе у НСКастом появились. А именно у нас здесь сделано некое подобие свободного подвеса. Хотя, конечно, свободным он до конца не является. Но это вот такая мягкая, я даже не знаю, что это, не резинка, не кожа, а какой-то необычный интересный материал. И это выглядит достаточно стильно, аккуратно. И позволяет носить нож как вертикально, так и горизонтально. Также можно ее вообще убрать и прикрепить, допустим, каким-то вот таким вот образом на разгрузочный жилет, либо на лямку рюкзака. И нож будет у вас носиться вот так вот, тоже без проблем. Также можно воспользоваться и вот этими люверсами для продевания паракорда и подвязывания ножа куда-либо. Из ножа нож достается легко, стоит упереться пальцем, и спокойно нож оказывается в ваших руках. На этом я предлагаю закончить тест этого ножа, потому что более я просто не знаю, чем его еще адекватно можно нагрузить. Мы сделали все основные задачи, которые нам нужны на природе, приготовили неплохой салатик, что-то настрогали на костер и его разожгли. Ну и конечно не забывайте в описании, как всегда, ссылка на этот нож и на компанию Империя Ножей, которая является официальным представителем компании NC Custom. А также Мистер Блэйд, Северная Корона и ряда других компаний. Ну а на этом все. Всем пока и до встречи в сети. Я уже кинулся было доедать салат, а Саша начал фотографировать нож, и мы вспомнили, что я не порезал бумажку после открывания консервов. Так что давайте проверим. Да нет, ребят, это никаких проблем, уложав, все хорошо. Нет, все отлично. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, может быть, на самом кончике подминает, но это настолько незначительно, что... В общем, все окей. Субтитры сделал DimaTorzok